Доброе утро! Итак, летний читальный зал. Скажите, пожалуйста, почему ограничили именно этими временными часами с полудня до пяти часов вечера? Ну, на самом деле, это, наверное, с нашей точки зрения, исходя из практики, очень правильно, потому что в это время люди просыпаются к 12 часам дня, и к пяти часам люди уже как бы планируют свой вечер. Поэтому это время, исходя из многих лет нашей практики, мы уже 11 год проводим это мероприятие, это время самое насыщенное в части посещения нашего читального зала. Поэтому, конечно же, мы посмотрели эти часы, вот наиболее активные, мы для них открываемся на это время. Дни работы с 25 июня по 2 августа. И мне хотелось бы сразу, не откладывая в долгий ящик, спросить о погоде. Она нынче нас озадачивает. Как вы планируете работу в разных погодных условиях? На самом деле, она нас не балует, да, и многие годы, пока мы проводим это, у нас была разная совершенно ситуация, и она нас не пугает, потому что мы приглашаем сразу своих гостей, если возникают какие-то природные форс-мажорные вещи, мы приглашаем на первый этаж библиотеки, очень в свои комфортные помещения, где мы тоже располагаем этот летний читальный зал. Кроме того, здесь можно удобно еще выпить чашечку кофе на первом этаже библиотеки, поэтому приглашаем в библиотеку, в помещение. Нам это очень нравится, потому что, на самом деле, читатели и жители нашего города, которые приходят к нам на это мероприятие, они могут просто зайти, посмотреть, полистать прессу и посмотреть новые журналы, но могут посмотреть на самом деле на библиотеку. Потому что для многих людей бывает неким таким открытием тот антураж, тот внешний вид и содержание библиотеки, какой она является сегодня. Да, я думаю, что современные молодые люди редко заглядывают в библиотеки, это действительно открытие, для меня для самой недавно было такое же открытие, я давно у вас не бывала. А здесь о регламенте мы с вами рассказали, теперь давайте поведаем, что можно взять в летнем читальном зале и на каких условиях. На самом деле можно познакомиться, концептуально самое главное, это можно познакомиться со свежей прессой. Это газеты, полистать свежие новости, посмотреть, почитать, познакомиться, это посмотреть журналы. И кроме того, я хочу отметить тот факт, что в этом году у нас действительно, мы и накануне крупного события, и в то же время у нас юбилейный год, это 295 лет городу Перми. И мы для наших читателей и гостей приготовили большую масштабную выставку по истории города. Она будет находиться постоянно в летнем читальном зале, и поэтому можно полистать как прессу, и что-то новенькое, свеженькое, так и познакомиться поглубже. И посмотреть, может быть, кто не знаком, и не нужно этого стесняться, с историей нашего города. Поэтому литература, библиотека располагает большим количеством литературы и книг по истории города. Понятно, что мы краевая библиотека. И в этом смысле мы можем для кого-то сделать какие-то открытия даже информационные. Я правильно понимаю, что с этой выставки книжку можно взять и здесь же в читальном зале литнем почитать? Конечно. Почитать, полистать, да, конечно. Художественная литература будет как-то представлена? Или только вот книга в подарок, эта полка обменная, только оттуда можно будет брать? Можно будет брать как книгу в подарок, но если у нас читатели изъявляют иногда желание посмотреть что-то дополнительно, мы, конечно, приглашаем специалистов, и они приносят литературу, ту, которая интересна. Мы здесь совершенно открыты и, ну, собственно, наверное, отвечаем на все интересы и на все запросы наших читателей. Главное, чтобы любили читать. Я правильно понимаю, люди, которые... Главное, чтобы была к этому тяга, к образованию, к чтению, конечно. Да, да. Скажите, пожалуйста, на каких условиях читательский билет, насколько я знаю, не нужен? Что нужно для того, чтобы взять журнал или книгу в читальном зале? Нет, просто нужно прийти. Просто прийти в читальный зал. Либо это будет площадка перед библиотекой, если хорошая погода, либо к нам внутрь. Но если у читателя возникнет необходимость пройти по библиотеке, то, конечно, да, нужно получить... У нас регистрационная карточка сейчас современная для того, чтобы пользоваться услугами библиотеки. Можно зайти внутрь, но хорошо, если будет с собой паспорт, конечно, документ какой-то. В этом случае. А так никакие документы не нужны. Просто подходишь, просишь, берешь и... Ну, тут уже дальше на твоей совести, да? Только ваши интересы вы должны принести к нам, да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, детская часть программы меня очень интересует, потому что действительно хочется прийти с ребенком, с одной стороны, на свежем воздухе посидеть, с другой стороны, чтобы это время прошло увлекательно. Как она будет представлена? Только ли журналами, или все-таки будут детские книжки? Безусловно, мы выносим и детский блок, поскольку понимаем, что мы в центре города находимся, и часто бывают мамочки с колясками, гуляют и с детьми в это время суток. И, конечно, мы предлагаем и детский блок, детскую литературу. Но я хочу отметить, что у нас есть такая современная достаточно площадка на колесах. Это комплекс информационно-библиографического обслуживания. Большая машина, которую мы тоже выкатываем на площадку перед библиотекой. Она выезжает, и мы показываем возможности современной библиотеки на колесах. И вот там есть очень большой блок детской литературы. И, кроме того, есть ряд каких-то очень интересных, завлекательных презентационных материалов, которые деткам тоже бывают интересны, которые готовят наши специалисты. Поэтому детский блок, безусловно, приходите с детьми разных возрастов. Я надеюсь, что мы найдем для вас очень много интересного. Безусловно. Главное, как вы сказали, любовь к чтению книги, получению информации и знаний. Давайте резюмируем. С 25 июня по 2 августа по будням с понедельника по четверг с 12 до 5 каждый день будет работать летний читальный зал. Совершенно верно. В любую погоду, говорю, для тех, кто только что проснулся. Если кто-то подходит в библиотеке на площадке, вы ничего не обнаруживаете, заходите смело внутрь. Мы ждем вас там. Даже если на дворе проливной дождь. Спасибо вам большое, Мария Николаевна. Вам желаю, конечно же, отличного общения с вашими читателями в эти дни и хорошего дня сегодня. Мы ждем всех в гости к себе. С удовольствием. Вам, уважаемые, напоминаю, что сегодня в гостях была Марина Хабирова, первый заместитель директора библиотеки имени Горького, нашей обожаемой, с приглашением в летний читальный зал. Приходите и получайте удовольствие от общения с литературой. Редактор субтитров А.Семкин